Продолжение следует... 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 молочный очень даже подходит а будто она таки была предусмотрена что вы мне тут за срач развели сынок ну что вы у всех так в доме где есть дети чисто может быть только вазочки из-под конфет ясно убираешь убираешь положила ребенка спать на это кстати я расписывалась с мужем вот в этой в этом ободке я его ставлю на память потому что свадебного палатина на росписи у нас не было такой летний у нас говорят мы же летом женились но на ресторан я одевала помните по фотографиям ничего не и не знаю поесть что-то зуб болит не могу сходила вчера к стоматологу калорий мне начнут стать их когда на производство франция без вазы конструктора то боже без адреналина зося значит я уже пришла мне было давление 135 не поверит померили но я бежала как опаздывала что захар думаю я положила его спать думали и муж опаздывал муж не пришел я еду уже переживает едет он не едет я ему звоню не поднимали потому что в дороге вот очень я ушла переживаю что захар остался дома один всем не поверили давление мне было уже 135 там насколько там во первых немножко переживай мою жесткого анестетик десну вот почистила зуб вот пожалуйста зайчик пожалуйста и пока почистила зуб ну там от налета все хоть я делаю ческутом подвините назад но это неважно когда лечишь зуб то надо же почистить я боялась на пломбу вырвет слава богу что не тронула пломбу хотя там были болезненные ощущения и охала ахала некоторых ну раза два моментах некоторых и давай начать сканданес никого дальше прикольно так такая ампула как картерш они вставляют специальный шприц такой железный такие специальные шприцы и и игла очень тоненькая тоненькая она мне когда стала колоть я иглу не почувствовала она вводит вводит ну видимо вводит у меня очень сильно стало биться сердце она вытаскивает ну как вырубьется сильно сердце но помутнение в глазах это все неважно очень то что почувствует как уже лёша было немножко кресла пустили чтобы удобно было работать и столбите сердце давай сразу не мерить мне давление у меня давление поднялось на 160 чем-то да вот сразу подъездить медали там на к какой-то понижение давления общем подъезде когда к горькой таблеткой и пососала высосала давление упала на что что-то там на 140 супрастин не дали скорая приехала сказала что супрастин вообще можно было не давать на другие анестетики остальные все которые есть у меня аллергии это уже доказано то есть кровь издавала кровь показать именно аллергическую реакцию на скан данные аллергическую реакцию не показала но процент уже был ближе к в общем вызвали мне скорую скоро у меня забрали забрала потому что давление поднялось короче не короче ой девочки зуб болит страшно невозможно я не знаю что делать у каждого судьба твоя у кого-то судьба долбаться вот с этими ерундой не можешь нормально пойти сделать зубы да хотя он просто один из-за этого да ты не идешь зубу портится идут и запускаются вот не удалять надо зуб мудрости в общем наверно светит не только общий наркоз это жесть мало ли что жизни бывает сколько этих общих наркоза да тем более я рожаю кисеросечение тоже общий наркоз еще зубы лечить под общим наркозом я не знаю сколько я проживу так вообще люди эти живут кто под общий наркозом делать как бы там ни говорили что общий наркоз он не вреден не надо все равно он разрушает мозг клетки мозга и сердце сажает потому что после кесарево сечение у меня иногда стало побаливать сердцем никогда сердце не болело уметь стресс поэтому не обижайтесь то что если я там кому-то не отвечаю и снимаем о мало блогов все мысли о зубах все мысли зуба начинают рассказывать как вот значит вообще наркоз трубку вставлять в горло и они же постоянно спишь они удаляют зубы очень людей как правило несколько зубов удалять это логично зайцев всех труб зайцев убить за раз потому что чтобы не боже постоянно под общий наркоз уходить попробуй потом с ним выйти такие последствия тошни там холодно короче трясете там бредишь короче пить нельзя есть нельзя ну то есть это капец блин так как после операции вот вообще жесть и короче смотрите и они постоянно держат особенно через лицевая фигня я боюсь туда не туда надо ехать больница да они постоянно тянут челюсть нижнюю челюсть вниз она постоянно открыта они быстро все делают там не знаю вот это все делают один зуб удалить там 2 зуб удалили какой-то зуб подчинили я переживаю что будет плохая пломба и это пломба быстро вылетит то есть понятно что в частных клиниках мы когда идем нам стать лет японскую там это немецкую или что они хоть долго стоят долго служит я боюсь я опять же я боюсь я боюсь что надо идти узнавать российскую пломбу ставят но бесполезно уже доказано что они быстро вылетают они портятся бы за зуб который у меня болит честно слово этой пломби лет десять и даже больше потому что она была импортная то есть поэтому зубной зуб дергать не она нужна корня дошла горит конечно столько лет головная боль вот такая а к чему я вела воду челюсти рассказывал что потом долго же когда низ низко зубов лечит прям пока там крупа не она вот это остановит уже под общей наркозом лежишь нужно как-то видимо они контролируют это пошел туда кровь ничего не залетала это тоже большой страх что я боюсь отдыхательные пути падет и для слюни и кровь я просто ты просто умрешь подавишься не хочу ты паникуешь и и там уже на не первая операция туда и приезжу привозит жену сами понимаете после аварии всего и они знают как что делать то есть что ты одна такая что я до логично я не одна такая очень боюсь и задохнуть и стохнуть во сне ладно это одно вот они делают дело делать челюсть постоянно открыта если они же сильно тянут ну потому что зубы мудрости они вообще далеко не нужны их надо увидеть это короче пипец короче рассказывать вам помимо того что распанах она кого-то раздувается чека все короче после удаления зуба еще болит челюсти суставы короче у меня и так эти суставы блин короче я сама когда стабилология ханчих 1 его час январе бизнес тази и лечила зуб уже час проходит уже круче начинает у меня трястись челюсть потому что уже тяжело держать без конца с открытой короче рассказала меня даже он рука затряслась от того что страшно поэтому скоро мне забрала вот не сегодня они приходили мы захарам спали я помню домофон звонил потом они не на ватсап писали как ваши дела с клиники называть старопли примадент как ваши дела мы беспокоимся мы вас везде ищем все нормально все нормально и живаться нормально просто болит зуб значит какие наши действия мои действия ребенка некуда делать ну что же работает наши действия идти получатся поликлинику государственную стоматологическую и разговаривать что он не скажет там они могут дать направление в больницу через на лицевое отделение я не знаю что сделать либо мне ехать платную в нашем ставрополе нашла только одну клинику она пластической хирургии где делают зубы под общим наркозом вроде бы как там надо будет офигенные суммы за наркоз заплате анестезиологу заплатить и за каждый зуб и еще просто за одну то есть зато там хоть пломба да может быть зато там выберите они будут держать мало может быть там и сидеть стационар то платно же будет палата тоже платная клиника просто это в большой копеечку обойдется да либо лучше конечно через на лицевую но еще раз объясняю тогда будет контроль тут и все там все такие лежать будет там держит минимуме на неделю 10 дней после удаления зуба так как операция после всего этого но я ж буду боюсь по поводу пломбы извините что я на вас все выливаю это моя жизнь это то что меня сейчас беспокоит я знаю что некоторые блогеры говорят вот я буду снимать красивую картинку я буду стараться лайтово все рассказывать наверное это не на этом канале значит просто лучше не смотреть мои влоги раз они напрягают потому что я лично сама тоже не люблю когда рассказывать про болезни то что принципе сейчас рассказываю это не то чтобы там какая-то великая болезнь это просто моя реакция организма на инородные вот эти степи химические стал и на статичка мне просто так не повезло именно поэтому мне не сделали педуральную анестезию ps ps уже говорим так как пишем при кислое сечение вам нельзя нельзя раз на эстетике вам нельзя быть захара щас упадешь что ты делаешь вам нельзя быть сознание такие люди припадочные должны спать и нам не мешать ты почему все печеньки вот это вот тарелочка вот с таким ограничителем проведение одно видите одно название что она не высыпает она все высыпает первых это фирма гербер она не такая уж дешевая вторых потом удивляемся откуда у ребенка стоматит до захар постоянно без конца снимает носки постоянно я это все выкидываю зось увидите в рот борщ отходы от него на бульона так финики никто не если узнаете вот они были хорошего качества пакет который купила до показывала они такие сладкие потому что он те которые засушенные магазин покупаешь супермаркете такой лоток да там вот они упаковки те сухие вот совсем другие а это потому что даже сок присутствует даже есть сок что они свежие в своем загашнике я нашла такие две маски превосходное течение мира мертвого моря замашь и вот это русская баня вот это значит вот это то ли она у меня пропала в этом срок годности смотреть это две новые маски то ли я не знаю что от это очень вонючая это говном я не знаю и а мне так нравилось мертвое море бла-бла-бла в общем вонючая мне прям с моим дыханием не могу невозможно пользоваться либо оставлю на ноги я не знаю на что на руки либо выкину а вот это девочки мне очень понравилось классно это супер маска да пахнет эвкалиптом и что-то вот сосны кедра и не знаю блин вообще здорово такое что как-то по-русски вот смотрите видно меня вот видите какая она это я засрала свою футболку сахарка спит сахарка спит а я пока маску сделала видите она до сих пор мигает не знаю мне так нравится я вот так включаешь свет я мечтаю о столе сюда хорошем вот видите она на кухне ну мне очень нравится я всегда всегда до ума довести я бы сидела дела свои делала еще нужно деньги собирать откладывать